Здравствуйте! Сегодня я буду заниматься королевской пеларгонией ангел. У меня есть кустики подросшие, уже даже на бутончике, но меня не устраивает их размер, их пушистость. Хочу, чтобы они были еще более пушистые, это раз, и во-вторых, хочу с них взять черенок. Так я не обрезала до сих пор, по причине, что ждала, пока вызрит немножечко череночки, отросшие, когда будет немножко побольше солнца. Сейчас у нас 20 января, солнышко стало с каждым днем больше и больше, солнечных дней больше, поэтому на глазах окрепли побеги. Они не такие травянистые, и теперь уже с них можно взять черенок и начать формировку для будущего цветения, для цветения в сезон, в начале лета, в конце весны. Итак, у меня есть сорт тип-топ дуэт, хороший такой мелколиственный и мелкоцветковый сорт ангела, очень обильно цветущий и очень обильно ветвящийся. Теперь уже видно, что в основании проснулось много росточков, много почек, и будет хорошенький пышненький кустик. И я начинаю делать обрезку, сейчас немножко увеличу, чтобы для вас было более понятно, что я срезаю. Итак, в начале сразу 4 хороших крупненьких веточки, но на каждой веточке я отсчитываю снизу, там вот 2, 3, 4, 5, 5 листочков и делаю срез. Здесь в каждой пазухе видно, что проснулись почки. И здесь также 3 и еще 2. В самом основном можно немножко побольше оставить листиков, потому что здесь укороченные междоузлия в основании. И вот здесь вот так же. Вот собственно и все. Вот такая аккуратненькая стрижечка у нас получилась. Осталось достаточно листиков для того, чтобы происходил фотосинтез. И это будет стимулировать развитие оставшихся почек, которые уже и так видно, что они проснулись. Вот для наглядности еще один кустик. Здесь вот видно, что уже отросли даже побеги. Ну, эти отросшие побеги нужно сделать им прищипку для того, чтобы они не выбивались. Если их оставить так, вот в такой стадии отрастания, то они вырвутся вперед и выстрелит как бы один из побегов. А это не очень хорошо. Вот точно так же. Здесь в принципе даже можно было бы еще от этого междоузлия убрать. И вот так вот ровненько, аккуратненько получается. Стрижечка красивенькая. Итак, это вот этот мелколиственный такой сортик. Есть еще одно растение у меня. То есть еще один сорт. Это Москитовей Лиззи. У этого сорта сразу видно, что выстрелил один центральный побег. Как будто бы это настоящая королевская пеларгония. У него и листики немножко покрупнее. Но это также ангел, также мелкоцветковый сорт. Вот этот вот выстреливший побег, конечно, мы убираем. Убираем пониже. Ну сколько здесь листиков я как бы даже затрудняюсь вам сказать. Ну, наверное, 5-6. Но видно, что в основании этого побега много-много проснувшихся побегов. И снизу начали также выстреливать одиночные побеги, которые длинненькие. Вот их необходимо точно так же укоротить. Их тоже так же покороче срежем. И вот с этой стороны еще длинненький. Так же уберем. Ну, с этих уже, конечно, вот с таких вот тоненьких черенка не получится. Он слишком травянистый. Но в целом мы растение теперь немножко присадили. И оно будет более равномерно давать нам побеги одинаковой примерно высоты. Вот вижу еще один. У него прям самую-самую макушечку. Уберу вот самую-самую макушечку. Для того, чтобы так же он немножечко приостановился в росте. И это бы стимулировало развитие боковых побегов. Ну, вот такая тоже аккуратненькая стрижечка получилась у растения. Конечно, теперь оно зацветет немножко побольше, подольше. Времени пройдет до цветения попозже. Будет цвести, но оно обязательно зацветет, это растение. Как и все королевские пеларгонии, и крупноцветковые, мелкоцветковые, то есть ангельские пеларгонии, им для цветения необходимо пройти стадию охлаждения. То есть такой период покоя или непокоя, как мы его назовем, но он должен проходить при пониженных положительных температурах. В условиях теплицы зимней можно, конечно, это с легкостью, такие условия предоставить. Но сейчас у нас тоже не особенно тепло по ночам. Если у нас идут морозы на февраль, планируются по прогнозам, то также будет прохладно, то есть растение в любом случае будет стоять в прохладе по ночам и баловаться солнышком, радоваться солнышку днями, потому что солнечная активность уже сейчас растет. Вот, собственно, и все. Если у вас квартирное содержание, комнатное, то постарайтесь выделить этим растениям, ангелам, наиболее прохладные окна. Самые прохладные, как это только возможно. Потому что им это просто необходимо. Даже с учетом того, что современные сорта у нас, современные промышленные сорта не так нуждаются в охлаждении, но все равно и они нуждаются тоже. Тогда они лучше набирают цветы, лучше бутонятся. Вот здесь вот у меня уже бутончики на настоящих королевских, то есть на крупноцветковых с большими листьями. Вот у них бутоны не по дням, а по часам развиваются. Вот такие вот они красоточки. По крупноцветковым королевам было лирическое отступление. Итак, продолжаем с ангелами. Вот эти растения, что я вам обрезала, это были молодые черенки. Это были молоденькие растения в объеме 0,8 литра. Теперь у меня есть ангел прошлогодний, который мне цвел и меня радовал, и давал мне череночки. Это тот же самый сорт Тип-Топ-Дуэт, но это растение уже в литровом горшке, в полусухом содержании, как маточник такое вот. Имеет вот такой сейчас вид. Осенью я его обрезала. Вот видно места обрезки. И здесь много наросло опять побегов. Вот я подрезала. И опять молодежь наросла. Теперь что я буду делать весной. Весной мне вот так не устроит. То есть это совсем некрасиво. Это какой-то вот веник на одной тонкой ножке. Мне нужно простимулировать, чтобы растение это было более пышное, более красивое. Поэтому я теперь кардинально обрезаю. Вот сейчас зимой я его обрезаю очень кардинально. Для того, чтобы мне сформировать уже шарик. Настоящий шарик. Какими и должны быть эти ангельские сорта. Вот я сейчас молча обрезала. И прокомментирую, что я сделала. Итак, я укоротила очень сильно вот эти старые прошлогодние веточки. Но они не старые. Они как бы возрастные. Вот эти веточки основные укоротила. Вот молодой прирост. Также осенний. Он укорочен ною тоже. И он уже начал снизу одревесневать. Это основа, скелетик. Здесь неизбежно появляются сухие листочки. Потому что зимой не так уж балует на солнышко. Ну и кроме того, растения стоят близко друг к другу. В принципе, вот эти все листики в будущем я уберу. Потому что они вот уже темные. Они уже такие, знаете, старенькие, отработанные. Вот здесь оставила по нескольку листиков. Это бы я сказала промежуточное. Как только здесь проснутся почки, я могу еще раз сделать обрезку. А здесь почки обязательно проснутся. Вот, собственно, и все. Это растение у меня подсушенное. Потому что для взрослых растений при обрезке не нужно за несколько дней до обрезки предполагаемой растение поливать. Об этом я уже говорила, когда рассказывала о зимней обрезке пеларгонии. Вот так с ангелами поступаем. Здесь, конечно, уже вызревшие, хорошо вызревшие черенки. Они такие плотные. Вот, они будут немного отличаться от тех совсем нежных молодых. Но мы все равно их будем сажать и те, и те. И все равно из них получим хороший посадочный материал. Продолжение следует... Вот подготовленный субстрат для черенкования. Субстрат универсальный, состоящий из торфа мхая перлита. Я его просто увлажняю обычной водой. Увлажняю совсем немного, потому что он у меня уже был такой немного влажноватый. Просто я его вчера набивала. Поэтому сегодня, считаю, нужно немножко увлажнить. Без фанатизма, просто слегка, чтобы был влажный и чуть-чуть уплотненный для удобства посадки черенков. Нарезаю черенок. Ну, отсчитывая там 3-4 листика. Ну, в общем, как мне понравится. Ну, в данном случае 4 листика. Здесь можно ничего не убирать. Вот эти вот проснувшиеся росточки тоже можно оставлять. Они из субстрата прекрасно укореняются. Кроме того, у них маленькие листики совсем. Ну, то есть они не помешают. Примерно в таком виде. Здесь уже, наверное, удалять ничего не буду. За исключением... Нет, все-таки одно. Между узлей обрежу. А здесь уберу вот этот листик. Вот так вот. Это сорт москитовой лизи. Очень удобный сортик. Я считаю с ним работать хорошо. После того, как я нарежу черенки, я их оставлю на некоторое время. Но в итоге, знаете, получится, что я нарезаю. Пока я нарезаю последние, первые уже подсыхают. Что у меня секатор немножко заминает. Вот примерно так. Ну так, я нарезала черенки. Вот у этого сорта более крепкий стволик. Ну и такой хорошенький, надежный такой череночек. Ну, попадаются вот такие мягонькие совсем макушечки. Если вы хотите максимально использовать черенок, то можно и эти макушки использовать. То есть их садить. Ну, так 50 на 50 получится или нет. Вот такие есть побольше, повыше. Но они тоже такие довольно-таки травянистые. Их можно тоже посадить. Есть вот такой вариант. Когда на стволике, на толстеньком, уже проснулась почка и вырос побег, но он еще совсем травянистый, нежный. Тогда можно садить вот этим стволиком. Образуется вот здесь каллюс. И начинает дальше развиваться этот побег. Ну вот здесь в основном у меня примеры вот такие вот. Что можно это использовать. Если вам охота очень быстро-быстро размножить этот сортик. Вот даже вот такие можно. Совсем нежненькие. Ну, тоже это удача. Так, с половинки на серединку. Ну, сомнительная, так скажем. Но использовать можно. В некоторых случаях они укореняются. Итак, как я буду садить. Поскольку здесь черенок не очень такой крепкий, поэтому я буду использовать зубочистку. Ну, или что-то такое, чем можно делать отверстие. Стаканчик у меня 100 мл широкий. Высокий и широкий. Он, по-моему, даже не 100, а чуть больше. Ну, я так не помню. Ну, в общем, вот такой удобный широкий. Поэтому я буду садить по три. Просто делаю три дырочки. И высаживаю два таких хороших крепких черенка. Надежных. Которые точно укоренятся. Ну, и можно один вот такой из ненадежных проверить. По три буду садить. Потому что мне нужно экономить место. Это раз. Во-вторых, даже если они все три укоренятся, то ничего абсолютно страшного не произойдет, если я буду садить потом их переваливать в горшочек и уже делать такие пышные растения. То есть гораздо пышнее будут кустики. Я же с них могу еще потом взять партию черенка. И все будет нормально. Ничем я не потеряю. А кустик только выиграет во внешнем виде. Ну, и в цене точно так же. Или хиленький одиночный кустик, за какую цену вы сможете предложить. Или такой вот пышный, красивый кустик. Немножко подороже. Обязательно встречающиеся бутоны, которые вы увидели, обязательно удаляем. Следующий сорт, это софия подготовленный. Он такой вот более нежный, более травянистый. И здесь уже точно нужно делать несколько экземплярчиков в одном стаканчике. Потому что, ну, очень нежненький, травянистенький такой. В случае успеха замечательно. В случае неуспеха один из этих черенков обязательно укоренится. Поэтому порядок действий точно такой же. Также делаем отверстие и вставляем череночки. Субстрат, конечно, очень рыхлый. Но это на всякий случай. Потом вот то, что я делаю по три, это не аксиома. Это всего лишь мой опыт. И мне так удобно, для того, чтобы экономить место. Во-первых. Во-вторых, это череночек зимний. Он все-таки не такой зрелый, как будет весенний и летний черенок. И вот из этих соображений я все-таки делаю вот так. Если вы согласны со мной, можете повторить опыт. Если не согласны, у вас, возможно, свои есть наработки. То есть я не утверждаю, что делаем только так, а не иначе. Только так будет правильно. Совершенно нет. Не обязательно. Черенок этот ничем не укрываем. Никакими тепличками. Пеларгония вообще этого терпеть не может. Она тут же начинает гнить. Потом мы его не поливаем. Ну, конечно, не до такой степени, чтобы сухари у нас стояли. А очень аккуратно субстрат должен быть такой полусухой такой. Ну, слегка-слегка влажноватый. Потому что только в таком вот не переулажненном субстрате хорошо образуются корни. Ничем я, как вы видите, не сдабриваю черенок там, не макаю его ни в какие укоренители. А вот почему, сейчас я вам наглядно покажу. Так, вот смотрите. Вот здесь вот в черенке проснулось две точки роста. Вот почка и вот верхушечная. И у нас есть гормоны специальные. Гормоны корнеобразования и роста ауксины, которые формируются именно в точках роста, в молодых точках роста, которые только-только вот нарастают. Они как раз и индуцируют вот эти вот гормоны, которые нам помогают здесь нарастить каллюз и дать начало корнеобразованию. И чем больше будет точек роста, вот здесь вот три точки роста проснувшихся, вот они почки, вот росточки, тем лучше, тем вероятнее, что произойдет укоренение. Поэтому искусственно добавлять какие-то гормоны, укоренители, кроме того, там их различать, там какие-то различные марки, я этим даже и не заморачиваюсь, и не думаю. Потому что я гормоны эти все не применяю. Я пользуюсь только естественным фоном, который положен на данный период развития у растения. То есть растения заблаговременно сами обо всем заботятся, чтобы все у них происходило естественным образом и максимально продуктивно. Вот примерно так у меня получилось. Ну вот в таком виде, без какого-либо опрыскивания, я поставлю свою плошку с пеларгониями вот сюда, вот под стол, где у меня наверху стоят пеларгонии, а под столом просто земля. Вот, чтобы они стояли внизу. Температура в этой части теплицы у меня, ну, ночная бывает в зависимости от погоды, и 5 градусов плюс, ну, бывает и плюс 10, и плюс 15, если оттепели. То есть не сильно-то она у нас такая регулируемая. Ну, а днем тоже, если солнышко, то бывает и до 20 прогревается. Но здесь под столом просто рассеянный свет, непрямые солнечные лучи, потому что солнце еще косое, еще не очень высоко над горизонтом, поэтому здесь будет им замечательно. Вот у нас такой вот земляной пол, еще не засыпан, не закончена у нас работа в этой теплице, она еще не доведена до ума, и поэтому у нас вот здесь даже травка растет. Ну вот, друзья, я поделилась с вами своим опытом, как я размножаю в пеларгонии королевские ангелы, да, в общем-то, и королевские также будут, такая же технология, и зональные будут нарезаны точно так же, и также в открытых плошках установлены, также под столы. Напоминаю, время сейчас у нас зима, 20 января, черенок у нас нежный, зеленый, поэтому я субстрат полила, перед тем, как его установить, черенок в этот субстрат. Поливать больше я не буду, и буду смотреть за влажностью, по мере надобности. Ну, первый раз можно за влажностью обратить внимание пристальное, недельки через две только, потому что к тому времени субстрат может просохнуть просто естественным образом, из-за прообычного испарения, ну, то есть теплее, значит быстрее, если прохладнее, значит подольше. Не применяю корнеобразователи искусственные, работаю только на естественном гормональном фоне по развитию, по фазе развития растения. Чем больше проснувшихся почек на стволике, тем больше вероятность укоренения этого черенка, потому как проснувшиеся почки, это и есть те самые меристемы, которые производят гормон ауксин, гормон корнеобразования и роста. Подкармливать черенки я не буду, субстрат бедный. После того, как я увижу первое корнеобразование, то есть первые робкие корешки, то вот эти плошки я уже выставлю на более освещенные места. Это будут уже, ну, где-то какие-то полочки, наверх столов, и только потом я могу подкормить слабым раствором полного комплексного минерального удобрения, где будет немного и азота, и фосфора, и калия, и микроэлементы. За время укоренения могут появиться сухие, желтые, потом сухие листочки. Это ничего страшного, это естественные процессы. Не нужно этого бояться. Эти листочки не значат, что растение гибнет, и нужно его срочно чем-то кормить. Ну, в общем-то, и все. Самое важное, не делать никаких тепличек. Потому что пеларгония не терпит этого вообще никак. Вот так работаю я. Возможно, у вас есть какие-то свои способы укоренения. Расскажите о них, поделитесь, у кого как получается. На этом все. Всего доброго. Желаю вам отличнейших корней.